Как оттуда искры прямо полетели, так мы смогли сгореть только так все. Все могли сгореть тут. Сейчас Мария Брагина с ужасом вспоминает прошлую ночь. Тогда из-за проливного дождя вода в ее квартире хлынула по стенам, вследствие чего и начала искрить проводка. Женщина тут же позвонила в управляющую компанию. Я говорю, ты что, ну спасите же, делайте же что-нибудь, я не могу больше так уже жить. Я говорю, ну что, я вся в темноте, ничего у меня, не холодильник, все продукты, все выкинуло. Все, все уже, ну как так можно больше жить уже, если невозможно. Как выяснилось позже, из-за проводимого в доме капремонта потоп затронул всю девятиэтажку. Настик жильцов он ночью, в чем и пробудил в людях большой страх. Ночью полтора стою, что думаю, кричат на это в кридоре. Я думаю, вот крыло где-то, я сказал, мать твою, а мне тут вот потекло все. До утра мы вот так выжимали вот эти трепки мокрые, все выжимали, все убирали здесь. Так что, ой, мы не страдались. На помощь к жильцам подоспели электрики. Им пришлось обесточить весь дом, чтобы избежать короткого замыкания. Рабочие дежурят возле девятиэтажки по сей день. Мы пытались вызвать подрядчиков, которые здесь делают капитальный ремонт. До подрядчиков не дозвонились, приняли решение приехать сюда сами. Замыкание до сих пор есть. В квартирах мокро, пытаемся хотя бы частично подать электричество. Поднявшись на крышу, мы таки застали трудящихся рабочих. По их словам, ремонт идет полным ходом, но погоду предугадать невозможно. Планировали излатать дыры качественно и в короткие сроки, но получилось все как всегда. Сама протечка здесь устранится, когда первый слой заклеится. Вот и все. А сколько это будет лицать? Ну вот, стараемся люди работать. Здесь 30 человек работают на кровле. Когда починят крышу, неизвестно. Дать свет обещают через три дня. Но планы может нарушить ливень. Тогда жильцам снова придется пройти через это испытание.